Первая иллюстрированная открытка Открытка была приурочена к мобилизации германской армии в день объявления войны Франции. Можно сказать, что с этого времени и началось триумфальное шествие почтовой открытки. Удобное и простое в обращении, она легко завоевала популярность. Что до Российской империи, то на ее территории первые открытки появились в январе 1872 года. Правда, вначале они печатались за рубежом. В Германии, Франции, Швейцарии, Англии. Это были стандартные карточки размером 9 на 14 сантиметров, которые, как правило, посвящались салонным сюжетам. Надо сказать, что в то время открытки были малодоступны простому народу из-за своей дороговизны. Так, черно-белые стоили 5 копеек, цветные 10. Для сравнения, 10-14 копеек стоил килограмм говядины. Поэтому и тиражи были вначале небольшие, всего несколько сот экземпляров. И только начиная с 1907 года обычным стал тираж в 10 тысяч экземпляров. Первоначально для письменных сообщений отводилось совсем немного места. Это была светлая полоса шириной в сантиметр-полтора на лицевой стороне открытки. А на обратной стороне разрешалось только написание адреса. В правом верхнем углу отводилось место для марки. Со временем место для корреспонденции адреса и марки стало отводиться только на оборотной стороне открытки. И она приняла хорошо знакомый нам по современным почтовым открыткам облик. На территории Украины в дореволюционное время открытки выпускали как киевские издательства, так и отдельно земские управы и местное культурное общество. Сюжеты открыток были различны. Сентиментальные, юмористические, назидательные, этнографические, с военной тематикой, подготовленные специально к какому-либо празднику. Часто можно было увидеть репродукции картин известных художников – Воснецова, Репина, Сурикова. Зачастую иллюстрации дополнялись меткими надписями. Например, «Кому до того дело, что я с кумом сидела?» Или «Выпьем чайку, позабудем тоску». А как вам это? «Жена не рукавица, с руки не снимешь, за забор не кинешь». Нужно добавить, что с начала XX века в связи с развитием фотографической техники все чаще начинают издаваться фотооткрытки. Иногда на них красовались влюбленные парочки, иногда мужчины и женщины в национальных костюмах. Но чаще всего на открытках изображались города, местности, исторические памятники, монастыри, курорты. Благодаря старым открыткам мы можем увидеть, как выглядел и наш город до революции. Но все-таки наш сюжет новогодний. Поэтому хотелось бы остановиться на новогодних и рождественских открытках. Поздравительные открытки, которые выпускались к этим торжествам, были очень востребованы. Каждому из этих праздников присущ свой колорит и атрибутика, что, естественно, выделяли и художники в своих рисунках. Дамы-кавалеры в новогоднюю ночь облачены в модные платья и костюмы. А набор таких открыток являлся своеобразным парадом мод. Изображались, конечно же, и традиционные новогодние персонажи. Снеговик. Дед Мороз с огромным мешком игрушек и сладостей. Ангелы. Часто на открытках можно увидеть нарядно одетых детей. Причем авторы сюжетов не удруждали себя реальностью. Например, вокруг могли летать ласточки, а дети стояли на снегу в летних костюмчиках. Правда, иногда встречались и более приземленные мотивы. Например, пьяненький мужичок в подранном армяке стоит, прислонившись к дереву с бутылкой водки в одной руке и стаканом в другой. А под ним надпись «С Новым годом!». Интересно, а что желали друг другу наши земляки в новогодние праздники в те далекие времена? Хотя, конечно же, чужие письма читать некрасиво, но все-таки. Милая Маша, посылаю к Новому году скачущего зайца и желаю всего наилучшего. Мы здоровы, живем хотя и хорошо, но все-таки плохо, ведь все относительно. Жена здорова и ждет от тебя письма с извещением о твоем приезде к нам. Целуем тебя крепко и желаем всех благ и разных благополучий в новом году. Подпись неразборчива. Милую и дорогую Ольгу Феофановну поздравляю с Новым годом! С пожеланиями всех благ! Привет от папы и Наде! Как поживаете? Передает вам поклон Мария С. и Луиза С. Жду весточки от вас. Крепко целую, Анна Мироненко. Письмо в земскую больницу фельдшеру Хмелицкому. Поздравляю вас с праздником Рождества и желаю дождаться будущего года в полном благополучии. Благодарен вам за успешное лечение. Остаюсь благодарной вам, пациент Рабинович. Дорогая Амалия, желаю тебе весело провести праздник и желаю здоровья, счастья и всего хорошего. Поздравь от меня всех своих. Остаюсь тебе любящая подруга Валя. Всего наилучшего мы желаем и вам, уважаемые телезрители. И спасибо небольшому кусочку картона размером 9х14, который может так много рассказать нам о прошлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова